У многих любителей техники и автомобилей в частности, наверняка возникал вопрос, а какой же мотор самый лучший, надежный и практичный по соотношению расходок мощности? Немецкий, японский или может быть американский? Ведь еще каких-то лет 30 назад считалось, что чем больше объем двигателя, тем он лучше. Но со временем эта тенденция менялась, и сегодня уже объем мотора ни о чем не говорит. Современный тренд автопромышленности – это уменьшение объема двигателей с сохранением мощности. Это стало возможным благодаря применению турбин, благодаря чему удается добиться снижения расхода топлива при увеличении мощности мотора, что в современном мире очень актуально при постоянно растущих ценах на топливо. К тому же, мотор должен обладать хорошим ресурсом и ремонтопригодностью. Наверняка многие слышали истории от автомастеров про неубиваемые моторы, которые вскрывают с миллионами пробегами, а они внутри как новенькие. Сегодня посмотрим на самые надежные и практичные моторы, которые зарекомендовали себя с течением времени. Стоит добавить, что список этот далеко не полный, в него вошли наиболее известные и массовые моторы, и дополнять его можно долго, ведь за последние несколько десятков лет автопроизводители сумели создать достаточно шедевров двигателестроения. Дизельные силовые установки традиционно считаются самыми надежными. Дизели берут те, кому нужно много ездить, а значит мотор работает в наилучших условиях. К тому же старые поколения двигателей имеют сравнительно простую конструкцию с хорошим запасом прочности. К таким моторам относится семейство пятицилиндровых двигателей OM602 с двумя клапанами на цилиндр и механическим топливным насосом высокого давления Bosch. Эти моторы заслуженно держат пальму первенства по пробегам, стойкости к жизненным трудностям и число оставшихся на сегодняшний день на ходу машин с ними. Выпускались эти дизели с 1985 по 2002 год. Эти моторы не славились большой мощностью, они были от 90 до 130 лошадиных сил, но зато это оптимальная мощность именно для надежности и экономичности. Встретить такие моторы можно на Mercedes в легендарном 124 кузове, а также на W201 и на внедорожниках G-класса, а также на фургонах T1 и Sprinter, и даже на более поздних W210. Пробеги многих экземпляров превышают полмиллиона километров, а рекордные пробеги попадаются и за 2 миллиона километров. Если вовремя позаботиться о топливной аппаратуре и навесном оборудовании, то конструкция двигателя не подведет. Баварские моторы ничуть не менее заслуженные, пример тому BMW M57. Эти рядные шестицилиндровые дизели, помимо впечатляющей надежности, отличались еще и очень бойким нравом, немало поспособствовав изменению имиджа дизельного мотора. Воспринимать BMW 330D в кузове E46 как медленную машину для пенсионеров или таксистов уже нельзя. Это динамичный автомобиль с мощным и тяговитым дизелем. Этот турбодизельный двигатель становился победителем награды двигатель года в категории от 2,5 до 3 литров с 1999 по 2002 год, а его модификации выигрывали эту награду в 2005, 2006 и 2009 годах. Мощность этих моторов в разных вариантах варьировалась от 201 до 286 лошадиных сил, а выпускались они с 1998 по 2008 год и стояли на большинстве баварских моделей десятилетия. Все они от 3 до 7 серии имели варианты с мотором M57. Встречаются они и на рейндж-роверах. Кстати, у мотора M57 был не менее легендарный предок. Это семейство моторов M51. Выпускались они с 1991 по 2000 год. Какие-то мелкие проблемы на них, конечно же, встречались, как на любых сложных механизмах, но серьезные поломки встречаются крайне редко и чаще всего по вине самого автовладельца. А так эти моторы очень хорошо бегают и пробеги в полмиллиона километров без ремонта для них привычное дело. Переходим к бензиновым моторам. Их в России любят больше, чем дизельные. Все же бензин не замерзает зимой, а зимы на большей части территории России суровые, да и устроены бензиновые моторы проще дизелей. Честь открыть список выпадает легендарному мотору Toyota 3S-FE, представителю заслуженной серии S, которая считается в ней одним из самых надежных и неприхотливых агрегатов. Именно благодаря этим моторам среди автолюбителей ходят легенды и байки про неубиваемых японцев 90-х годов, которые, как какие-то бездушные роботы, ну вообще не ломаются. Двухлитровый объем, 4 цилиндра и 16 клапанов – типичные показатели для массовых моторов 90-х годов. Привод распределительного вала ремнем, простой распределенный впрыск. Производился этот двигатель с 1986 по 2000 год. Мощность составляла от 128 до 140 л.с. Более мощные версии этого мотора 3S-GE и турбонадувный 3S-GTE унаследовали удачную конструкцию и неплохой ресурс. Двигатель 3S-FE устанавливался на целый ряд тойотовских моделей. Их можно найти под капотом на Celica T200, Toyota Corina с 1987 по 1998 год, на Toyota Corona, Avensis, RAV4 до 2000 года, а турбонадувный 3S-GTE еще и на Toyota Caldino и Toyota Alteza. Механики отмечают удивительную способность этого двигателя переносить высокие нагрузки и плохой сервис, удобство его ремонта и общую продуманность конструкции. При хорошем обслуживании такие моторы разменивают пробег в 500 тысяч километров без капремонта и с хорошим запасом на будущее, и умеют не докучать владельцам мелкими проблемами. Еще один легендарный японский мотор это Mitsubishi 4G63, семейство двухлитровых бензиновых моторов. Первые его варианты появились в 1982 году, а лицензионные копии и модели-наследники выпускаются до сих пор. Изначально двигатель выпускался с одним распределительным валом и клапанами на цилиндр. Но в 1987 году появилась версия с двумя распредвалами. Самые последние разновидности агрегата устанавливались на девятый Mitsubishi Lancer Evolution до 2006 года. Моторы семейства нашли место под капотом не только машин Mitsubishi, но и Hyundai и Kia. За годы производства двигатель неоднократно модернизировался. Самые последние его версии имеют систему регулировки фаз ГРМ и более сложные системы питания и надува. Все это не лучшим образом сказывается на надежности. Но вот ремонтопригодность и удобство компоновки остались. Миллионниками считаются только безнадувные версии мотора, хотя турбированные тоже могут иметь очень большой по меркам конкурентов ресурс. Хондовские моторы серии D. Это еще одно японское семейство моторов, которое включает в себя более десятка разновидностей объемом от 1,2 до 1,7 литра и по праву заслуживших статус практически неубиваемых. Выпускались они с 1984 по 2005 год. Самыми надежными считаются варианты D15 и D16, но объединяет их всех одно – воля к жизни и высоким показаниям тахометра. Мощность доходит до 131 лошадиной силы, а рабочие обороты до 7000. Ставились такие моторы на Honda Civic, HR-V, Stream, Accord и Acura Integra. При боевом характере и малом рабочем объеме ресурс до капитального ремонта в 500 тысяч километров можно считать отличнейшим показателем и наградой инженерной мысли. А продуманность конструкции дает шансы на вторую жизнь этого мотора и еще многие сотни тысяч километров пробега. Список отличных и простых четверок закрывает представители Европейской школы двигателестроения, а именно X20SE из семейства моторов Opel 20NE. Этот мотор прославился тем, что часто переживал машины, на которых был установлен. Простая конструкция, 8 клапанов, ремень распредвала и простая система распределительного впрыска являются секретами долголетия. Как и самые удачные образцы японской школы, он имеет объем 2 литра и тоже соотношение диаметра цилиндра и хода поршня, что и на тойотовском 3S FE. Мощность разных вариантов составляет от 114 до 130 лошадиных сил. Выпускались эти моторы с 1987 по 1999 год и устанавливались на такие модели, как Opel Kadett, Astra, Vectra и Omega, а также на австралийские Holden и американские Buick. Эти двигатели с легкостью могут разменять не только полмиллиона пробега без капремонта, но и при бережном отношении попробуют пойти на миллион. 16-клапанные разновидности X20XEV и C20XE подобным здоровьем не обладают, но тоже могут долго радовать владельца. Да и конструкция у них же проста и логично. Переходим к V-образным восьмеркам. Моторы V8 для легковых машин обычно сверхдлинным ресурсом не отличаются. Облегченная конструкция и сложности компоновки такого большого мотора не добавляют надежности агрегату в целом. Действительно надежные V-образные моторы, не досаждающие владельцам крупными и мелкими поломками, способные легко перешагнуть порог в полмиллиона километров можно пересчитать по пальцам. И один из таких моторов это опять баварская продукция BMW M60. Первый за много лет легковой V8 компания сделала на славу. Двухрядная цепь, некосиловое покрытие цилиндров и хороший запас прочности. Сравнительно небольшая степень форсирования и хорошая проработка конструкции позволили создать по-настоящему ресурсный мотор. Использование никель-кремниевого покрытия делает цилиндры такого мотора практически неизнашиваемыми. К полумиллиону километров пробега зачастую в двигателе не нужно менять даже поршневые кольца. Но столь прочное некосиловое покрытие боится серы в топливе. И после многочисленных случаев порчи двигателей в США из-за некачественного топлива от использования некосилового покрытия отказались в пользу технологии Alucil с более нежным и менее прочным покрытием, но более стойким к некачественному топливу. Эти моторы устанавливались на BMW 5 и 7 серии с 1992 по 1998 год. Их простота конструкции, высокая мощность, хороший запас прочности позволяет им пройти более полумиллиона километров. Если, конечно, автовладелец не заправлялся высокосернистым канадским бензином. Переходим к рядным шестеркам. Эти моторы по праву считаются одними из самых удачных и надежных. Рядных шестицилиндровых моторов среди миллионников очень много. Относительно простая конструкция, сбалансированность, а значит отсутствие вибраций и мощность приносят свои плоды в виде надежности и ресурса. И, конечно же, как многие уже догадались, речь пойдет про тойотовские моторы. Один JZ-GE и два JZ-GE. Эти двигатели объемом 2,5 и 3 литра заслужили право называться легендарными. Отличный ресурс при очень бойком характере, такова формула успеха. Выпускались они с 1990 по 2007 год в различных вариантах. Были и турбонадувные их варианты. Один JZ-GTE и два JZ-GTE. Эти моторы можно встретить на Toyota Mark II, Supra и Crown, а также на Lexus LS300 и GS300. Атмосферные варианты данных моторов способны проехать и миллион километров до серьезного ремонта, чему способствует простая и очень проработанная конструкция и хорошее качество исполнения. Конечно же не обойтись и без шестерки BMW. Это двигатель BMW M30. История заслуженного мотора M30 началась еще в 1968 году. В различных модификациях он выпускался вплоть до 1994 года. Рабочий объем составлял от 2,5 до 3,5 литров, а мощность от 150 до 220 лошадиных сил. Конструкция максимально простая. Чугунный блок, привод ГРМ цепью и 12-клапанная алюминиевая головка блока. Впрочем, у спортивных вариантов M88 была и 24-клапанная голова. Как и у всякого надежного мотора, у M30 есть турбированный вариант. Турбонадув всегда ускоряет износ двигателя. И если конструкция имеет запас прочности, то конструкторы часто стремятся исчерпать его до предела. Мотор M102B34 фактически представлял из себя M30 с турбиной мощностью 252 лошадиные силы. Ставились моторы серии M30 на машины 5, 6 и 7 серии нескольких поколений. Безремонтные пробеги больше полумиллиона километров для них вполне рядовой результат. А учитывая сложную управляемость мощных заднеприводных машин тех времен, большая часть силовых агрегатов отправились на свалку вовсе не из-за износа. Еще одна очень надежная рядная шестерка баварцев – это мотор BMW M50. Серия моторов M50 выступила достойным продолжением традиций. Рабочий объем двигателя составлял 2 до 2,5 литров, мощность от 150 до 192 лошадиных сил. Блок цилиндров по-прежнему чугунный. А вот головка блока только с четырьмя клапанами на цилиндр. На поздних сериях появилась хитрая система газораспределения под названием ВАНОС. Данная система получает команды от блока управления двигателем. Посредством электромагнитного клапана открывает масляный канал, через который под давлением масло воздействует на механизм, меняющий положение распределительного вала впускных клапанов. Это позволило увеличить крутящий момент на низких оборотах и уменьшить расход топлива. Эти моторы повторили подвиг предыдущей серии двигателей M30 и с легкостью проходят более полумиллиона километров без серьезных вмешательств. Ну и в заключении хочется добавить, что надежность любого агрегата в большей степени зависит от условий эксплуатации. И даже самый надежный механизм может сдаться против дурости автовладельца, который забывает элементарно менять масло или проверять уровень чуть чаще, чем раз в 10 тысяч. К тому же, как мы можем наблюдать, современные условия рынка диктуют свои правила надежности агрегатов. Казалось бы, надежные моторы, которые были разработаны инженерами десятки лет назад, должны с развитием технологий дорабатываться и становиться все надежнее и надежнее, бить новые рекорды без ремонтных пробегов. Но, к сожалению, эта тенденция работает в обратную сторону. И рынок ремонтов и автозапчастей составляет сегодня основную статью доходов автопроизводителей. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова